Здравствуйте! С 25 июня мы начали оказание плановой медицинской помощи населению Астраханской области. Уважаемые жители Астраханской области, очень важно, чтобы все мы понимали одинаково, что возобновлять медицинскую помощь в плановом порядке все медицинские организации Астраханской области будут в три этапа. В три этапа, потому что сегодня еще продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Большинство врачей, медицинских сестер, фельдшеров продолжают оказание медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, работают в госпиталях, на скорой медицинской помощи, в поликлиниках, наблюдают и лечат больных с этой инфекцией. И в этих условиях мы решили открыть плановую помощь постепенно. Поэтому на первом этапе мы открываем только половину этой помощи. С сегодняшнего дня, вернее уже со вчерашнего дня, прием в поликлинике осуществляется только по предварительной записи. Все мы приходим в поликлинику исключительно в масках, соблюдаем социальную дистанцию. Это позволит нам, врачам, своевременно проводить текущую санитарную обработку, дезинфекцию помещений, поверхностей, инструментов. И уделить больше внимания вам, потому что мы очень давно, уже три месяца не имели возможности, внимательно осмотреть пациента и обсудить все его проблемы. Очень важно понимать, что любое абсолютно скопление жителей усилит риск вновь закрытия медицинских организаций из-за того, что будет возможность заразиться не только коронавирусной, но и любыми другими инфекциями. Это так важно помнить и так важно сейчас соблюдать. На втором этапе, как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы откроем почти 80% мощности поликлиники и продолжим оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре и в дневном стационаре. Около 60% объемов будет работать коек-стационаров и дневных стационаров. Туда мы будем госпитализировать тоже по предварительной записи, которую вы будете обсуждать со своим доктором. Для того, чтобы госпитализироваться в плановом порядке, в онкологический диспансер, кардиологический и другие лечебные учреждения, все мы с вами предварительно сдаем анализы на коронавирусную инфекцию и выполняем весь спектр необходимых исследований перед госпитализацией. Все это назначает нам лечащий врач. Обращаю ваше внимание, уважаемые жители, остается дистанционная возможность получения льготных лекарств вами, точно так же, как это происходило в период эпидемии коронавирусной инфекции. И, наконец, этот этап, самое начало, возобновление плановой помощи так важен для нас сейчас. С одной стороны, чтобы не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции, из-за того, что мы вдруг в большом количестве все вместе встретимся в стенах поликлиники. Не все поликлиники имеют возможность принять сразу большое количество родителей. Будет сохраняться выездная форма работы ко всем лицам и старше 65 лет, и к детям. И, что самое главное, прошу всех не забыть, если у вас есть насморк, кашель, температура, то врач или неотложная помощь из поликлиники приедет к вам на дом. Для этого нужно пригласить врача на дом. Либо по телефону в своей поликлинике, либо в едином колл-центре позвонить по телефону 440303. Или, если вы готовы посетить врача в плановом порядке в поликлинике, записаться тоже на портале государственных услуг.